Дарья Кузнецова. Эпилог «К концу света». Стываль жгущая — маг крови с тяжёлым характером, отчего и страдает. Сначала её отослали подальше от родных лесов в составе исследовательской миссии, потом местные дикари украли, а потом такое началось, только успевай удивляться. Но стываль не пропадёт. Она способна постоять за себя даже там, где это не нужно. И дикарям поможет, и тайну древней катастрофы, изменившей этот мир, разгадает, и домой вернётся. В идеале. Только одна проблема не поддаётся решению. Чингар — вождь инчиров, который выводит из себя одним своим видом и явно задался целью поломать все планы. Глава первая. Если утро начинается с оржания пары молодых ослов, страшно предположить, чем закончится день. Думая так или почти так, я на ходу затягиваю шнурком косу беззвучно покинула шатёр, чтобы оценить обстановку снаружи. Я даже представить не могла, что с утра пораньше могло вызвать подобный приглушённо-глумливый хохот этих молодчиков, но понимала — ничего хорошего. Тонкое полотнище палатки защищало от дождя и ветра, а вот звуки как будто даже усиливало, так что привлёкшие моё внимание весельчаки вполне могли находиться достаточно далеко. Это, прямо скажем, было в их интересах, потому что дурачиться рядом с моим шатром могут только смертники. Особенно если веселье связано со мной или моими вещами. Вся команда знает, что стываль жгущая, шуток в свой адрес не понимает и быстро напоминает незадачливым весельчакам, почему она гораздо шире известна как стерва злющая. Да и вообще, ссориться с единственным целителем в команде — идиотов нет. Как оказалось, желание жить пара матросов утратила не до конца. За моим домом они только прятались, и то лишь потому, что располагался он на краю лагеря, а объект наблюдения находился за пределами последнего. Глянув поверх голов парней, я увидела на поляне аборигена, который пытался собирать не то ягоды, не то какие-то травы. Местные мужчины вообще не отличаются крепким телосложением, особенно в сравнении со своими крупными женщинами, полногрудами и широкобедрами. Они высокие и тонкие, похожи на вешалки, кажутся забавными и нелепыми. Но что поделать? У аборигенов явный матриархат. Женщины крупнее и сильнее, выполняют всю тяжелую работу, обрабатывают землю, выделывают кожу, а мужчин довольно мало, и они на подхвате. На наш взгляд, конечно, выглядит дико, но они так привыкли. Объектом веселья матросов был совсем еще мальчишка, худенький и невысокий, с всклокоченными коротко остриженными черными волосами. Видимо, длинные гривы полагались только взрослым. И вот этот долговязый сверчок, состоящий из одних конечностей, двигался как пьяный, то и дело падал, спотыкаясь на ровном месте, тыкался носом в траву, и каждое такое движение сопровождалось взрывом хохота притаившейся парочки. Приглядевшись, я обнаружила и причину неуклюжести мальчишки. Травинки будто сами собой сплетались, ставя ему под ножки или дергая за длинную бахрому штанов, а потом распрямлялись и невинно покачивались под налетающим с моря ветерком. Сами собой. Ну да. Я отошла на шаг, оценив композицию. Весельчаки выглядывали на разных уровнях, один согнулся ниже, придерживаясь за край шатра, второй стоял позади и вытягивал шею, тоже инстинктивно наклонившись и оттопырив зад для равновесия. Выглядело заманчиво. Уши обоих возбужденно подрагивали. Конечно, проигнорировать предложенную мишень я не сумела. И тяжелая коварная подметка сапога впечаталась в филей со смачным шлепком, придав ускорение. Вскрикнув от неожиданности, один осел повалился вперед, погребая под собой сообщника. Да я тебе клинок сейчас вза... Взбешенная жертва моего сапога, перекатившись по земле, подскочила красноречиво придерживая место удара и осеклась на полуслове. Лицо его вытянулось и слегка побледнело. Ардиэль и Апсерваль. Кто бы сомневался? Нараспев проговорила я, хотя личности весельчаков не вызывали сомнений изначально. В команде полсотни голов, а таких обиженных умом всего двое. Значит, развлекаемся? Стываль, но мы же ничего такого... Виновато заблеял мелко трясущийся Абель. Зеленая мать. Ну какой все же трус. Впрочем, оба хороши. Корабль нагрузили ими, кажется, с единственной целью. Хоть на короткое время избавить родные леса от этого позора, сопроводив сие действия благородной формулировкой, чтобы возмужали и набрались мудрости в полном опасности и странстве. Вопрос, чем провинились все остальные члены экипажа, конечно, остался без ответа. Как, впрочем, и в случае со мной. Но я хоть пользу приношу. Скучаем, значит, продолжила я прежним сладким голосом и потянула из ножен клинок. Ну так я сейчас развеселю. Оружие к бою! Помет бездны! Стываль, но мы безоружны, поддержал приятеля Одель. Это ваши проблемы. С ребенком справились? Молодцы! Похвалила я, доставая одного из балбесов клинком плашмя. Теперь за задницу держались оба. Самое время подобрать противника посложнее и показать свою мощь женщине. Ну же, дохлятина! Вы же сильные маги! Травой повелеваете! Гоняла я их долго. Нет, взмолились о пощаде шутники сразу. Следом попытались сопротивляться пассивно, то есть сжавшись на траве. Но благословленная Алой Девой сталь и издобренные моей руганью пинки неизменно оказывали бодрящее действие. Прекратил потеху, как ему и положено, капитан. Видимо, он с утра пораньше зачем-то поднимался на корабль, поэтому начало веселья пропустил. А вот потом, привлеченный хохотом и подначками, эта парочка утомила своей дуростью всю команду, обнаружил добрую треть подчиненных на той самой поляне, где местный мальчишка, утекший в самом начале воспитательной акции, занимался собирательством. Оставшаяся часть команды, очевидно, занималась чем-то полезным в других местах. «Сталь, можно отвлечь тебя на минутку?» — откликнул капитан. Явно не хотим. Лераль, конечно, мужик что надо, чистого металла, но даже он бы с большим удовольствием понаблюдал за показательной поркой. Однако он потому и капитан, что умеет наступать на горло собственным желанием. «Мази не дам», — предупредила я охающую парочку, которая, потирая синяки, предсказуемо поспешила удрать. Вложив клинок в ножны, я подошла к капитану. «Ты по делу или порядка для...» И то, и другое. Он улыбнулся уголками губ и жестом предложил пройтись. И внешностью, и характером Лераль буквально эталон Иналя, сына лесного народа. С красивым породистым лицом и зелеными глазами. Высокий, аж на ладонь выше меня. Жилистый, очень сильный и быстрый. В поединке он делает меня минуты за две, иногда за пять. Но такому не стыдно проигрывать. Леля я уважаю вполне искренне. Он тверд, благороден, смел, умен и обладает потрясающей выдержкой. Да еще холостой. В него влюблено почти все женское население столицы, за редким исключением вроде меня. Собственно, именно поэтому мы с ним давние, но эпизодические любовники. Он знает, что я не потащу его к жрецам и горяча не только на расправу. А я знаю, что он умеет сделать женщине приятно и держать язык за зубами. «Для начала скажи, что они опять натворили», уточнил капитан. «Ничего такого, над мальчишкой и дикарем издевались. Нет, не подумай, без особой жестокости. Просто из травы под ножки ставили. Но они так заразительно ржали у моего шатра, что я решила поддержать веселье», вкратце пояснила я. «Что там произошло помимо этого?» «Собственно, речь все о тех же дикарях», посерьезнил мужчина и нервно дернул ухом. «Меня настораживает их поведение. Вчера все было спокойно, а сегодня они явно собираются сняться с места и собираются, мне кажется, весьма поспешно». «Ну, не так уж поспешно», возразила я. «Они ведь вчера закончили сбор урожая». «Если бы они бросили свое хозяйство, мы бы с тобой разговаривали не здесь, а на корабле», парировал Лель. «А сейчас они не бегут, они организованно отступают». «Погоди, и правда, они же вроде какой-то праздник готовили», сообразила я. «Передумали?» «Попробуй выяснить», попросил мужчина. «Может, они хоть тебе объяснят, потому что больше никто ничего не понял». «Вестников с приказом возвращаться я в любом случае разослал всем группам, лучше перестраховаться, но и уточнить масштабы проблем не лишние. Сделаешь?» «Ты этих дикарей лучше всех понимаешь». «Я не назвала бы это пониманием, но попробую», нехотя согласилась я. «Тащиться по санцепёку к дикарям, да ещё до завтрака не хотелось совершенно, но не могу отказать, когда вежливо просят. Воспитание, будь оно неладно». «Спасибо», улыбнулся Лель, сжав моё плечо. «Спасибо». «Спасибо». «Спасибо».